В Рязани появляются и бесследно исчезают фантомные пешеходные переходы. Их может видеть лишь определенный круг людей. Чем вы уж извините нахальнее, тем больше вроде бы и пешеходных зебр в городе. Это, конечно, не смешно, зато правда. С начала текущего года на территории региона зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в результате которых 19 человек погибли и 108 получили травмы различной степени тяжести. При этом половина из них произошла из-за нарушения правил дорожного движения самими пешими участниками дорожного движения. Двумя самыми оживленными и загруженными участками в нашем городе, несомненно, являются Первомайский проспект и площадь Ленина. Все мы помним, что когда-то и там, и там имели место быть нерегулируемые пешеходные переходы. По мнению некоторых пеших горожан, не случится ничего страшного, если они перебегут дорогу, кстати, на сегодняшний день покрытую коварным льдом, именно в этом, когда-то, разрешенном месте. Уважаемый, вы чего же дорогу в неположенном месте переходите? Ой, извините, пожалуйста. А за что извините? Вы свою жизнь опасности подвергаете. Вы зачем переходите? Виновата. Не подумала, ну задумалась, задумалась. А если б машинка летела? Ну что ж ты сделаешь, ладно? А человек за вас сидит в тюрьме? Ну я понимаю, больше извините. Больше так не делайте? Хорошо. Вы в курсе, что нарушили правила дорожного движения? Извините. Ну, что здесь? Пешеход. Я здесь вот сто летний, вообще не знаю, не узнаю площадь линии. Покажите, пожалуйста, где пешеходный переход. Я вообще не видела, вот стою, так я вообще не вижу. Извините, больше не буду, спешу. Зачем же? Тут пешеходный переход, правда, есть? А я не знаю, где вообще-то переход. Как, где? Тут два светофора, вот, и вот два светофора. Ой, извините, к рукам лет, сидеть с руками, опаздываю. А если бы не дошли, да, внуков-то? Ой, наверное, потеря небольшая. Потеря небольшая? А человеку в тюрьме вот за вас сидеть? Небольшая потеря? Да нет, не судите. Можно сделать вывод, что кого-кого о себя гражданочкам не жалко. А вот о водителях они вовсе не подумали. Так что же это? Банальная лень, принципы или полное пренебрежение к окружающим и безответственность? Что с вами, люди? Дайте ответ. Но нет ответа.